доброе утро друзья мы тут со всеми детками артемий спрятался мы тут лежим на кровати я снова заполняю документы для детского сада заполнила анкету со всякими вопросами про родителей про ребенка там что он любит что не любит и теперь эту доверенность заполняю на то чтобы моя мама с папой могли забирать артемий садика если вдруг что потому что как показывает опыт иногда это бывает нужно как-нибудь форс-мажорно поэтому надо заранее доверенность это сделать надо не забыть мне сегодня у мамы попросить этот паспорт ее чтобы я к серию мне надо сейчас принтер мой запустить потому что мне надо документы некоторые тоже от ксерить в общем сегодня мы наконец-то никуда не бежим с утра артёш зачем ты так делаешь и тест драйв матраса правой же они не нравятся кстати отвлекусь от темы матрас настолько удобный это просто фантастика это что мы взяли кровать 180 шириной это так удобно у нас было вот метр сорок и когда арина с нами лежала мы прям я ну реально я спала всю ночь на одном боку здесь я могу слева от арина спать справа от арины я короче переворачиваюсь сюда сюда при этом она в любом случае далеко от алишера плюс у нас тут удобная кроватка стоит я вообще не боюсь что она ночью пойдет и даже если к нам ночью приходит артемий но он пришел к нам кстати только с первой ночи все вот эти дают сколько две три на сколько мы тут уже живем я путаю сколько дней вот чего ты плачешь мальчик эти листики он не приходит отлично спит своей комнате вот и короче сегодня я делаю всякие дела я два раза запустила стирку я сделала маску для лица я по-человечески не спеша помылась я прибралась на кухне я потому что стало 7 утра алишер когда уходил на работу я услышал как он закрывает двери у меня часто просыпаюсь артемий спал по моему еще час вот и масолины встали позавтракли я прибралась на кухне я поработать уже успела и хожу то знаете подбираю всякое разное по дому тут на самом деле вот как в этих видосиках в инстаграме когда типа схватилась за одно увидела что не доделано другое пошла туда там то то вот у меня вот так вот потому что здесь везде беспорядок везде есть что-то делать что куда разложить да и когда аришка не капризничает вот в эти вот редкие минутки когда она и и готова сама игра ты так рада что мама тебя на ручке сколько энергии я представляю когда она побежит это что будет вообще и поползет по-настоящему и я очень жду когда придут заглушки на розетки которые я взяла на вайлберрис потому что у меня было несколько заглушек несколько штучки две три но я не могу их найти в первых завалах хотя бы я их точно собой брала а во-вторых у нас больше розеток у нас короче много розеток внизу сделано и арина их видит и прям ползет к ним и пальцы пытается туда совать и ну понятно что она мне на полном контроле все время смотрю за ней но когда ты ее от розетки оттаскиваешь она начинает капризничать как же так мне не дали засунуть пальцы в розетку поэтому хочется чтобы они были закрыты и она могла спокойно трогать эти розетки я не беспокоилась нет не надо это доверенность аренами трубы и прекрасное утро я даже не знаю сколько сейчас времени еще артемий мне сегодня искал там нашем складе в детской подгузнике кончилась тапачка которая открыта была я говорю давай ищи еще на шоу принялась вот надо распаковать и разложить ну-ка мод да ты такой клевый будешь еще прыгать прыг 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 ай какая молодец ай какая молодец молодец ну-ка с артемием я занималась знаете как он же очень поздно пополз в 11 месяцев ты подожди не надо так делать ты давай вставай на четвереньки ну-ка вот такие упражнения мы делали и мы качались вот так вот я учила его качаться арина не хочет вот получается ничего решка на следующей неделе мы тебе массаж уже начнем по идее мы должны были начать на прошлой неделе но у нас был переезд и вообще не до этого было поэтому со следующей недели довольно pug масажироваться и массажируме она еще болела сразу у меня была бабушка будет приезжать иди быть Массаж, 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 щекотушки, 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 щекотушки. Я уже обедать хочу, Артемий еще не завтракал, встал такой, я не голоден. Он сейчас поздно ложится эти дни, потому что Алишер в 9 приходит, и они скачут до пол-одиннадцатого, и мы даже книжки не читаем, потому что, ну, я уже ухожу укладывать Ирину, Артемий с папой играет, ну, как-то так. Пока еще мы не наладили этот процесс с чтением книг и букваря, естественно. То есть вообще, как переехали, ничего не делаем, не занимаемся. Ой, никак не проползти, да? Смотри, надо ножками вот так, а потом вот так. И вот так, вот как-то сразу поползла к камере, да? Здравствуй, камера. Здравствуйте, подписчики. Хотела вам рассказать, чем я сегодня завтракала. Я сегодня ела яблоко в Нибблере. Она кислая для меня, и я вообще корчу моськи. Я люблю маме корчить моськи. Я делаю вид, что мне кисло, даже если у меня во рту ничего нет, и мимо ложка пролетела. Я сразу жмурюсь, потому что все смеются. Вот такая вот я. Сейчас я бы хотела вас засунуть себе в рот, но мама меня держит за попу и не дает, поэтому я очень стараюсь и не понимаю, почему же я никак не могу засунуть вас в рот. Они такие красивые. Вот я простылку возьму. И все-таки постараюсь вас в рот себе засунуть. Так, я решила чуть-чуть прибраться в прихожей, пока вроде как Арина спокойно сидит. У нее то, что была истерика, потому что Артемий ее разбудил, но он гремел, она проснулась, и еле успокоили. Вот даже в такой большой квартире все равно его тянет к спальне поближе. Но по большей части удается их разводить, и они оба стали лучше спать, благодаря тому, что у нас теперь не одна комната в квартире. Так, у меня тут, и что хочу разобрать, у меня тут лежит на переработку, короче. Артемий, Артеж, принесешь пакет полиэтиленовый? Артемий, 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 Ар так тут стало получше да будет дорог тут у нас в основном какие-то вещи которые отдать надо или что-то от ремонта ну короче это такая кучка тут осталось вот у нас детская все навалено детской это так вот я пытаюсь разобрать это она немножко уменьшается но так пока визуально незаметно артемий там распаковывает на сушилка там у него стоит все время он снял все игрушки со стеллажа ты потом игрушки не забудь обратно на стеллаж поставить вот но кухню стараюсь держать чистый только на подоконнике у меня еще пока склад и в спальне у нас три пакета по моему остались на полу и принтер мой так вот тут было вообще не пройти но вот я разгребла это так что тут уже я вам продвигаюсь сейчас знаете что хочу достать этот робот-мойщик и помыть это зеркало потому что я до верха не достану а ну под потолок сейчас включим мойщик и пускай он тут елозит как раз розетка есть будет удобно слушайте какая-то корзина офигенно это просто идеальное решение плюс еще очень классные вот эти ролики и тут у меня вон хозяйственная уже все и забила просто хаоса сдают поставила контейнер для тряпочек и перчаток новых здесь у меня какие-то такие моющие средства там найти найти отбеливать или всякие вот это гели для стирки и там дальше новая косметика все запасы всяких средств у меня здесь это не все запасы на самом деле но это те запасы которые я планирую использовать в ближайшее время вот там еще вон полочка есть я ее еще не загрузила даже две полки но я туда на самую верхнюю не знаю поставлю или нет просто как туда залезть я не хочу вставать на унитаз хотя наверное можно он не должен отвалиться так как вас закрыть дверки меня да вот это надо смазать сейчас вылезают некоторые мелкие такие две недели будем устранять вот но я могу сказать что из такого чего-то в доме вот мне этот шкаф не нравится и меня бесит мусорное ведро на кухне потому что это абсолютно дебильная идея сейчас объясню почему вот мусорка идея классная что ты типа когда я хотела мусорку на двери я решила что есть эстетичный будет снимать без мусора ей так его сейчас собираюсь выносить короче смысл в чем видите ведро с крышкой ой арина тут дрыгается от радости что я ее взяла вот это у нее счастье такое ведро с крышкой чтобы когда ты закрываешь дверь у тебя закрывалась мусорка вот как это подразумевается но и не пахло но по факту если у тебя натянут тут пакет то он от этой крышки постоянно сваливается потому что она его задевает это первое второе если у вас что-то сверху то крышка значит застревает и доводчик не до конца закрывает дверцу потому что мешает крышка но это не самое главное самое главное это вот это я не знаю как то каблера это придумали но это стандартное мусорное ведро для стандартной кухни ну и соответственно если ты открыть хочешь вы хотите взять мусор это короче мне кухня безумно нравится в ней все идеально но вот я чувствую я это ведро поменяю через пару недель потому что меня уже задолбало сейчас я когда выкидываю мусор я стараюсь просто но если у меня что-то я вот так приоткрываю и туда засовываю а если меня готовлю то я просто оставляю открытым и туда все время кидаю потому что ну две руки они обычно не бывают свободно так что такие вот вылезли особенности неожиданные включить мойщик стекло и развесить стирку я наконец-то все постирала что хотела но нет я постирала не все что хотела потому что я еще пока не нашла шторы вообще надо заняться шторами надо купили детскую надо купить что рук кухню это будет ролл штора на все окно и надо найти те которые вот у нас были гостины ну короче в комнате нашей старой квартире я эту штору эти шторы хочу повесить спать мне кажется они очень хорошо подойдут но пока я их не очень искала если честно видно вам вот что происходит арина аришка аришка арина радуется ку-ку 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 ай какая девочка радостная кто это ну кто это такой ты ползешь камере но трогать ее не стоит ты так радуешься да вот так вот радуешься здравствуйте здрасьте и друзья здрасьте друзья 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 Сейчас бабушка твоя приедет. Скоро уже. Роксай, мы уже оттуда скажем. Вызлак, 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 вызлак. Они не подходят? Не подходят, видишь? Ага. Такая хитрая штука, прикольно. В общем, такая вот. Да, это надо все перепутать, дать Артемию, и он залипнет минут на 20. Коробку выкинуть у тебя дома, нет? Нет, слушай, наверное, будет удобно вставлять у нее. Я хочу сорт еще. Ты обнул волок? Да. Я хочу, чтобы много вновь было. Нет, ты принеси здесь на столе и делай, а то на полу не надо. Арина мало ли возьмет, она еще чуть-чуть не доросла. Сразу себе закомнула. Ты возьми, вытащи все эти штучки и попробуй собрать. Вот это все сложно. Я один раз попробовала. А вот это еще? Они на мне как еще больший загар. Вот еще четвертый сортер. Сортер. Ой. Надо кистью наносить непонятно мне ничего. Ну, на тебе, кстати, оно выглядит розовее, а на мне выглядит как кирпич. Ну, кстати, по-моему, такой свет неудачный сейчас. Мы снова идем в поликлинику, но на этот раз хотя бы без заришки уже полегче. Я не нашла, где у меня мешок с сумками моими. Пошла с шоппером. Потому что его я нашла. Правда, он помятый весь. Ну, да ладно. Потому что это надо карточку Артюшу нанести. А что это? Что, сумка моя, дни вещи мои. Сейчас справку попросил. Все получим в педагоге. И домой сразу. Парижка не выспавшаяся, капризная. Нет времени, нет, пошли. Вот, а гулять моя мама не может с коляской. Ноги болят, короче, очень сильно, поэтому она не может. Ну, вот. Так что она там с ней валяется. Надеюсь, Арина дотерпит. А то я ее только спать уложила. И минут через 15 мама позвонила в домофон. А Рекса была в спальне. Ну, она, естественно, лает начала. И все, и разбудила Арину. У нее очень чуткий сон сейчас. Я не помню, Артемия, по-моему, к двум годам этот период закончился. Его потом из пушки не разбудить было. И до сих пор он спит очень крепко. А вот тот период, я помню, да, половица скрипнет, и он сразу проснется. И субтитры сделал DimaTorzok. И субтитры сделал DimaTorzok. Я готовлю себе омлет на ужин. Мучилась с плитой, не могла включить. Знаете, в чем оказалось дело? Защита от детей была включена. Я аж полезла гуглить, чего она у меня не реагирует. И, в общем, Артемий тоже попросил омлет. Аришка у нас спит. Наигралась с бабушкой и уснула хорошо. Вот я тут загрузила в посудомойку бокал. Они у нас стояли в открытом, ну, короче, в коридоре, в шкафу. И они запылились. Поэтому я их туда засунула. Хочу помыть и убрать потом вот туда наверх. Ну, потому что они будут редко использоваться. Будут храниться там наверху. И вообще вот думаю, зачем такое расстояние. Тут можно еще одну полку на самом деле сделать. И еще туда посуду поставить. Ну, тех же самых каких-то стаканов, тарелок. Как-то непонятное такое расстояние. Вот. И вот так вот мы с мамой разгребли комнату. Стало намного свободнее. Тут 70%. Да, сейчас покажу тебе 70%. Это пойдет в детский шкаф. Поэтому это особо никуда не убрать. Но 30% еще убрать. И вот этот стол надо... Короче, не знаю, может, на Авито продам. Что-то он так и остался у нас стоять. Вот. Покажи. О, какая красота. Я еще не доделала. Да, Артемий сел делать бабочку. Потому что его стол мы разгребли. Стол. Игрушки более-менее вымыли. Но тут теперь такой-то бардак. Сегодня приедет Аля Шер с своим коллегой. И они будут устанавливать нам телевизор. Только я с ним Аля Шер рассказала. Ты давай пораньше приезжай. Потому что они будут перфоратором работать. Вешать эти крепления. Говорю, давай пораньше. Потому что когда они в день переезда просверлили пару дырок, чтобы шкаф закрепить и пеленальник. Потому что мы всю мебель сразу прикручиваем. Даже вот этот комод. Хоть он стоит тут на месяц. Мы все равно его прикрутили, чтобы я не... Что это? Горина или яичница? Это яичница горит. Вот. Чтобы я не беспокоилась, что что-то упадет на детей. Вот. И... Короче, это было очень громко. Что, смеечка? Что это упало? Это не упало, это яичница. Это так вот так чпокнуло. Слышал? Не подгорел. Какая красивая. Яичницу надо сделать на пятерке. Тебе сейчас или чуть попозже? Что? Яичницу. Яичницу. Яичницу надо попозже. Попозже. Хорошо. Ну, тогда я не буду прям шар жарить. Там, минут 6-15-20. Вот. Я, кстати, снимаю на телефон, да, потому что у меня... А, по-моему, она шипит. Смотри. Яичница. Я камеру поставила в спальне, но я не хочу туда идти. Что? Я папочку доделала, буду кушать. Да? Тогда, знаешь, я, наверное, начну жарить сразу после своей. Ты уже скоро закончишь. Вот. Так что, сколько мы сделали. У нас полностью заняты антресоли. Вот эти. И здесь... Короче, там вот чемодан лежит. Я уже это делала. Все остальное это подгузники. Я уже это делала. Просто запас на год. Ну, если у нас что-то останется... Сейчас, зайка, я буду готовить. Еще пять минут у тебя есть. Если у нас что-то останется, то просто потом продам на авито. Вот. А, кстати, а те, которые многоразовые, я их отдала на благотворительность, потому что Арина из них выросла. Как-то неудачно получилось. Я еще заказывала. Там китайцы есть, китайцы. На размер неправильно указали. Я хотела, чтобы она их после года носила. А получилось, что это на размер, знаете, от рождения до трех месяцев. Ну, у меня Арина маленькая, поэтому до шести месяцев доносила. И все. Сейчас она уже просто в них не влезает. Поэтому мы их отдали. Но будем этим не пользоваться теперь. Вот. Ну, опыт был интересный. Но, может, я потом после года где возьму многоразовые, посмотрю. Если эти закончатся. Вот что я отсоединил, вот что у меня. Класс, смотрите. Отсоединили. Какая прелесть. Молодец. Ну, у меня прорвалось, когда я разъединила. И так плохо было. Возьми, пожалуйста, тряпку и протри себе стол. Хороший носок. А, и я нашла занавески. А где она? Закинула. Артемий. Вот тряпка, я тебе показала. Закинула их в стирку. И, ну, соответственно, я через пару дней смогу их повесить. Надо будет высушить, погладить. И уже в спальню появится штора. Вот. И залила мыло в дозаторы везде. Мыло, гель. У нас же... Держи. Раковина. Вот такая вот с дозаторами. Здесь у меня мыло. Здесь гель для мытья посуды. Потому что этот будет использоваться чаще, чем этот, чем обычно. Тут что-то споласкиваем. Вот. Так что прям все, как я хотела. Мне очень нравится. Мне так нравится эта плитка. Просто безумно. А мне унитаз, как он... Он хорошо, только приходится на подставки. Да. И ноги в воздухе. Он у нас настолько высоко, что подставка, Артеш, она полностью помещается под унитаз. Ну, нормально. Мне подставка хорошо прям надо. Да, нормально. Ладно, сойдет. Но, конечно, по уму надо было вешать ниже. Вот. Ну, жить можно. Ты что-то ругался после унитаза, да? Да. Мы с папой тогда... Почему-то он сердится потом не на работников, а на тебя, да? Ну, потому что требовала перевесить унитаз и спрашивала, каким местом все думали. Блин, я разбудила Арину этим звуком. Вот прикиньте, как она чутко спит. А теперь ты Арину будешь, как я утром, да? Ой, подожди, не кричи. Стой, 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 стой. Может, она заснет обратно. Вон она глазки закрывает. Может, нам повезет. Кстати, время тут неправильное. Я не знаю, как выставлять. Причем показываешь, что сейчас 7.25 утра, 22 мая. А температура правильная. 23-4 тепло. Сейчас, на самом деле, сколько времени? Как-то повезло нам у нас. Сейчас, я не знаю. У нас до сих пор никаких часов не везет. Она вот так. Некоторые зрители пишут, там, повесьте какую-нибудь картину или что, хотя бы. Ребятки, все... Нет, куда? Ну, посмотри, как она лежит. Нет, вполне нельзя ни в коем случае она проснет. Короче, мы просто ничего не успели повесить. Все будет у нас пока. Еще голые стены и так не останутся. Декора, естественно, не хватает. Мы, как в аквариуме, живем. Смотри, Алина на животе спит. Она уже доросла на этого? Да. Тем более, что я вижу, что она щеком она дышит. Она так хорошо себя ведет с папушкой. Вообще, она со мной так себя не ведет, как с ней. Просто валяет. Ну, может с ней лежать час, два, три, играть. Она так удобная, веселая. Ей нравится. С одной, она капризничает с Алишером тоже. А с ней нет. Вот, родственные души. Я чувствую себя городской сумасшедшей. А, еще и Алина плачет. Я перерыла все вещи. Я уже, наверное, час это делаю. Я устароила. Такой тут бардак. Я не могу найти, где обувь Артемия для садика. И где его папки для садика. И где его чехол на дверь для садика. Я все это куда-то положила в одно место. Я посмотрела уже везде, где только можно по три раза. И нигде нет. Я реально не знаю, что делать. Завтра надо в 7 утра вставать и идти в сад. У меня нет этих вещей. Я не знаю, где они. Я реально... Я понятия не имею, где они. Где это может быть? Я посмотрела все. Где, блин, сандали, чешки и кроссовки. Это все было в комоде, в нижнем ящике. Я даже влог пересмотрела. Так у меня запись кончилась на месте, где я предыдущий ящик раскладываю. Ну, кладу. Если бы я хотя бы засняла, в какой сумке, я бы сразу нашла. Я реально не... Типа плакать, чтобы кто-то за меня нашел. Я реально не... Свои мои... Куда? Можно было это убрать. Причем нету этого всего. Что было отдельно для садика. Где? Комод-то привезли. Пакетов не оставляли на квартире. То есть оно здесь. Ну, где? Еще не нашла крупы, наконец-то. Не знаю. Что делать? Это нам телевизор вешают. Мы повесили телек. Только наклейку с него еще не сняли. И я смотрю на перемотке наш влог про переезд в Сестрорецк. Мне тоже Ютуб его порекомендовал. Как мало у нас было вещей. Правда, нас и людей-то было намного меньше. Прямо ностальгия. Причем Артемий некоторые вещи узнал. Да? Да. Какими-то мы долго пользуемся. Это я часы тоже узнал. Да. Да, только сейчас эти часы остались там, кстати, на кухне. Но их, наверное, надо забрать. Я не знаю. Надо их, да, забрать, на кухню повесить. На даче. Они хорошие. Это икея. Да, мне нужны такие часы. Ну, другого цвета мы возьмем. Короче, мы тут... Субтитры сделал DimaTorzok